Наверняка у многих, кто слышит фразу «еврейская музыка», в голове сразу начинает звучать мелодия Хава Нагила. Чтобы рассказать, в чем особенность музыки этого народа и почему еврейский юмор такой узнаваемый, в Тирасволь приехали музыканты из Австрии, Роман Гринберг и Александр Данилов. Любопытно, что Александр родом из Тирасполя, сейчас он виртуозный кларнетист. Но начал увлекаться еврейской музыкой благодаря случаю. Коллега предложил подменить его на выступление в Кишиневском театре еврейской песни. Ему понравились орнаменты, структура и глубина еврейской музыки. С того момента он начал участвовать во многих фестивалях, пока однажды не познакомился с Романом. С Романом познакомились в Кишиневе, они приехали на фестиваль с хором, да? Да, с хором. И мы там познакомились, и тогда Роман впервые меня пригласил в Вену. И после этого, вот до сих пор мы вместе, уже 11-й год сотрудничаем. Причем, можно сказать, не только в данном направлении, как лезвенская музыка, но и в различные другие направления. Роман же на молдавской земле не был около 30 лет. В 10 вместе с семьей он переехал из Бельц в Вену и уже там начал серьезно заниматься музыкой. Хотя любовь к еврейской культуре еще с детства. Вот в те годы, когда я еще жил в Бельцах, то именно еврейская культура была очень широко распространена. И еврейские песни, они у меня, и сам язык идиш, он у меня из дома еще, из родительского дома, потому что родители дома говорили на идиш. То есть, я как бы вырос на этом, и мой покойный папа был такой настоящий весельчак, он узнал много анекдотов. И я вот все это так вырос на этом, так сказать. И сейчас вернулся к этому после того, что занимался классикой, джазом и так далее. Я нашел в себе вновь вот этот интерес и любовь к еврейской музыке и к еврейской культуре. Загореть любви суждено, плакать без слез, может лишь сердце одно. Тум-а-лайка, тум-а-лайка. Музыканты уверены, что если музыка в каждой стране особенная и у каждой есть отличительные черты, то еврейский юмор точно уникальное явление. И хотя, по их мнению, новых еврейских анекдотов не существует в принципе, эти истории, если их хорошо преподнести, можно услышать по многу раз, как хорошую музыку. Еврейский юмор – это что-то совершенно особенное, уникальное. Это умение и желание смеяться над самим собой и над своими недостатками, над недостатками своей культуры. То есть, если вы будете смеяться и рассказывать еврейский анекдот, то будет не смешно. А вот если я его расскажу, будет смешно. Хайм видит, как Мойша, его старый друг, выходит из здания радиотелевещания. И он говорит, Мойша, а что ты здесь делал? А Мойша, бывает всякое, он заика. И он отвечает, а я поступал на работу. То есть, на какую работу, на какую должность? Ну, собирался с телеведущим. Ну и что, взяли тебя? Да как взяли? Тут одни антисемиты. Еврейский юмор, он из жизни взят. Тут ничего не придумаешь. Потому что все это можно обозначить, почему этот анекдот, почему он еврейский. Говорит, Мойша, откуда у тебя такие золотые часы на руке? Ты же не работаешь, все время нищенствуешь. Откуда у тебя деньги на такие часы? Он говорит, Мойша, ты знаешь, это мне папа перед смертью продал. Видимо, тоже из жизни. В Тирасполе артистов приняли тепло. Очевидно, что увлекательный экскурс в еврейскую культуру не оставил никого равнодушным. В зале люди, которые знают о таком национальном блюзе, как Гефельд Фиш. Со сцены звучат не только анекдоты, но и рассказы о еврейской маме, веселые и не очень композиции. ПЕСНЯ Сейчас музыканты уже снова в Вене. Совсем скоро у них намечается большой концерт. А летом планируют отправиться на фестиваль в Санкт-Петербург в составе большого коллектива, в котором Александр дирижер, а Роман создатель аранжировок. Помимо этого, в столице европейской музыки Вене они занимаются и другими проектами. ПЕСНЯ Предоставляют требовательной австрийской публике возможность услышать не только еврейскую музыку, но также русскую и даже молдавскую. Но где бы они ни находились, в какой точке мира не давали бы концерты, всегда помнят о своей культуре и не забывают родину. ПЕСНЯ ПЕСНЯ